Если бы лонжероны не сгнили, то все было бы нормально. Я не понял. Что вы ржете? А что? Скоро зимний сезон, а вы тачки даже не подготовили. Их надо ремонтировать, готовить к зиму. Сезон у нас одна тачка только ездит. Вот это и то Кодиака, все остальные, это ведра, они сломаны. Ну да. Именно то и ведра. Ну и что ты хочешь сказать? Я позвонил в автомастерские, там, ну, узнать, что прицениться, в общем. И вот это, ну, накидал чуть-чуть. Что? Вот, накидал чуть-чуть ценники. Вот, ну, сам посмотри. Столько надо потратить. КОГОООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО Сейчас все эти тачки за 10 долларов отремонтируем, то же самое будет. Давай, поспорим. Невозможно. Ты хочешь сделать челлендж ремонт за 10 долларов против ремонта за 1000 долларов? Да, давай. Спорим. Разбивай. Все, ребята, челлендж начался. Если мы сделаем то же самое, то ты на косарь попадешь, понял? Ремонт оплачиваем. Да. Ну что, начинать нужно с малого, поэтому займемся окушкой. Повезли ее в автомастерскую, кто-то там звонил. Прямо. Проверей. Стоп. Обратную сторону поворачивай. Назад чуть-чуть. Не, ну это как-то долго, заморочно, не находите. Но посмотрим дальше, что будет. Для того, чтобы провести диагностику, все правильно и оценить состояние полностью днища и подвески, нужно профессиональный подъемник. Поставить, убедиться в безопасности, чтобы машина не смогла упасть. И поднимать, и смотреть машину. поднимаем. Слышите стук, да? Ну. Вот это стучит рулевая. Ну, это не страшно. Я думаю, вот когда мотор стучит, это уже грустно. Конечно. Сердце автомобиля всегда плохо, как и сердце человека. Надо менять шаровую с обоих сторон. Надо менять самую рулевую наконечник самую. Оба. В общем, надо подвеской заниматься. Блин, я тебе его покажу. Давай. Сейчас я тебе покажу, как это делается. Подожди, подъемник, ага, за миллион. Сейчас я изи все сделаю. Как нефиг делать? Как расплюнуть? Конечно. Как два пальца? А ты, оператор, сейчас косарь долларов проиграл. Ага. Так, ну что, смотри, задача у нас какая первая? Вот там вот оператор написал диагностика, дефектовка, дефектовка, посмотреть днище. И что нам для этого нужно? Откуда я знаю? Да я тебе скажу, домкрат нам нужен. Просто домкрат. Какие подъемники? Вот домкратом, поднимай, давай качай, раз, А, ну тогда действительно, какой подъемник? Как на водокачке, давай, поднимай ее. Все люди справлялись, значит, а мы что, не справимся? Да, все, все всегда справлялись. И ты сейчас справишься, давай, я тебе показываю. Вот, сейчас поднимешь до конца, я тебе покажу, что дальше делать. Хорошо. Скажешь, когда остановиться, надо подержать. А я предлагаю с другой стороны поднимать там бензобаками или бензин везем, я не буду здесь. Ребят, вы что делаете сейчас? Стекло лопнет. Что? Ой. Все в порядке, так и должно быть. Ты качай, качай, не останавливайся. Подожди, сейчас я это исправлю. Не останавливайся, давай, поднимай, еще выше. Сейчас еще больше выйдет у вас. поднимаем же. Да надо открутить эту штуку, ребята. Зачем? А как она сейчас убрется в кузов и не сможем поднять? Мы дырявый кузов. Ты поднимай сначала, а потом реши. Ладно. Сначала делай, потом думай. Но ведь обычно наоборот. У вас нет. Все, у вас, смотри, как ты ее высоко уже поднял. Так стекло лопнуло, оператор был прав. И что у тебя там не лопнуло? Так лопнуло. Сейчас, смотри. Оооо, оператор, покажи отсюда. Блин. Насквозь? Да нет. Это так и должно быть. Блин. Это временная процедура. Она решится скоро. Ладно, сейчас. Это все решабельное и, как сказать, издержки производства. Давай, поднимай. Ладно, ладно. Не, ребят, так делать нельзя. Ой. как нельзя. Надо. Все, все сейчас починится, подожди. Это нормально все. А что делать-то? Это не нормально. Я бы немножко отошел от этого автомобиля, потому что он стоит более не в безопасной позиции. Поэтому я его и держу. А смысл? Блин, что там закипело? Там что-то пышнуло. Я просто пытался завестись. Что-то закипело, мужики. Колесо. Думаешь? Конечно. А не радиатор ли? Не, не, колесо, оно когда это, вот слушайте звук. Ну, пахнет стремно, я тебе скажу. На, ну, может быть, да. Но это чинибельно, это решабельно. Все починится, что теперь? Ну, все, я добавляю вот сейчас сюда. Так, новое стекло. Да ты не бери. Какое стекло? Сейчас мы все починим прям на месте. Сейчас все будет. Сейчас, чекай. Две минуты и все исправим. Зачем стекло вообще создавалось? Чтобы не дуло, правильно? Ну, да. Что, зачем это? Там что, пассажиры ездят или что? Нету там никаких пассажиров, там двухместная АК. Так что, зачем здесь окна в заднем? Да, да, зачем? Да, зачем? Сейчас заклеим, все будет нормально. Сейчас заклеим. Вот. Вот, да, хорошо. Хорошо же получается. Отлично. Готовый кодяг так же заклеит. Таково. Да не трогайте их кодягу. в багажнике же никто не ездит. Ты там ездить будешь, если допозаришься. Видишь, так хорошо, что получается. Все прямо отлично. Ты же мне обещал помочь с этим, Вадим Шлаг. Чем ты там занят? Ты мне помогаешь? В смысле, окно с другой стороны еще что ли? Что ты там делаешь? Откривок. Что? Кого? Что? Просто мешал. Ты дурак что ли? Ты че пьяный что ли? Че с тобой не так? Зачем ты меня обклеил, а? Ты сейчас бери, руку назад закидывай, отдирай и сразу клей. Вот так, оп. Отодрал. Во. Видишь, я тебе сразу положил. И хоп сразу же. Че, скажи, что я тебе не помогаю. Во. Ты что, больные что ли? Нормально? Так, у нас вообще-то... вы вообще ни на копейку не продвинулись в ремонте. Сейчас мы сделаем... Вы только дополнительные трапицы. Все сделаем то же самое, что сделал Борис. Сейчас все сделаем. Мы просто неправильно сделали. У нас... Спередний же мотор тут. Передний приводный автомобиль. Вот. И... Надо заперез, значит, поднимать. В смысле разница? Сейчас все будет супер. Там стекло мешалось, а здесь, видишь, целый метр до стекла. Ты мой план не нарушай давай. Гутя. Что? Просто бампер уходит. Куда? В машину. Почему они мне планы вечно нарушают? А? Что за дискриминация моих планов, я не понял. У меня план был другой. Не так что он делает. Он делает фигню. Нет, я делаю все правильно. Ты следуй моим инструкциям и будет все правильно. Так, стажер, давай вот так фиксируй его с этой стороны. Фиксируй. Так. Не, лучше это стажер. ты поднялся? Вот так держу. Муря Армани. Потому что стажер экономит на ремонте автомобилей тысячу долларов. Вообще больной, что ли? Я фиксирую все за 10. А я ломаю за доллар, кому интересно. То, что бизнес получается. А вот и все. Не нужен нам никакой. То же самое. Проводим диагностику. Вот. А что не так? Все так? У Анатолия Бориса сейчас там стучало. У меня ничего не стучит. Что? По мотору подушку поменять надо. Кого? Подушки, подушки по мотору. А мотор-то что, по-твоему спать, что ли, собрался, олень? Да. Ага. На зиму, спячку. Что, все нормально, смотри. Диагностика проведена, дефектовка проведена, ничего не болтается. Все, ништяк. Никакой подъемник не нужен. Это вычеркиваем уже. Все. Так, аккуратно. Автоматический режим. Вот, все, скучка в левку. Да. Все, ништяк. Да, блин, да? Эту штуку я боюсь трогать, если честно. Минус. По-моему, у тебя телевизор чуть-чуть ушел. Вместе с радиатором. Так, запишите там в расходы. Сейчас починим, подожди. Подожди, что, Анатолий, начинаешь-то? Телевизор? Когнутый. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, собираем. Пампер там, телевизор. Все, штангем циркуль, больше не нужен. Все, убирай. Бери за этот петел. Раз, два, три. Правка кузова. Не поправили. Все, как новое. Поправили все мы. Все. Колеса дырявые. Телевизор гнутый. А нам пофиг. Что-то там... Анатолий Борисович, что-то дает. Так, конечно. К нему не поехал. Ну, зато сэкономили. Все, что там дальше по списку? Так, следующее по списку у нас покраска. Потому что такой легендарный автомобиль не должен быть вот в таком состоянии и в таком цвете, я считаю. Это вообще не вопрос, я думаю. Сейчас, подожди, я краску. Сейчас плюнуть. В смысле, ты что начинаешь-то? Я крашу. Так, сначала же выправить надо. Смотри, она какая гнутая. Зачем? Не надо это... Так? После выправки надо зашпаклевать. Шпаклевать? Да. Ты смотри, да. А зачистить перед покраской-то самое главное, а? Да мне кажется, ты чешешь ее. Это вообще дело просплюнуть, понимаешь? Да я уже понял. Да не, ребят, давайте... Да не, давайте к специалистам зайдем и спросим, как надо делать. Ну, 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 пошли. То же самое тебе сейчас скажет. Здравствуйте. Показываю один раз для вас, неопытных, как все сделать правильно. Во-первых, мы ее отжестианили, намазали шпаклевку в стекловолокно, которое заполняет большие полоски. Теперь мы стекловолокно намазали финишной. Слоем для того, чтобы выровнять небольшие дефекты. Для того, чтобы все было ровно, выбираем шлифок рубанок. Есть маленький, есть средний, есть большой. Для нашего повреждения лучше всего выбирать большой, потому что воду подходит под наше повреждение. Это все для того, чтобы выровнять одну деталь? Да, это чтобы она была ровная. Ровно, красивая, чтобы клиент пришел и был доволен. Отдал нам свои деньги, большие деньги. Этого, как мы выровняли шпаклевку. Мы грунтуем деталь для того, чтобы убрать мелкие поры и довести до идеального состояния. Это грунт на этом автомобиле показывал. Тут была тоже шпаклевка. Выровняли, вышкурили грунт. Теперь мы туем, и можно будет крясить. Клиент ему подаряется. Сколько времени на это все уйдет? Чтобы эту дверь... Ну, смотря какой у тебя опыт и какое повреждение. Ну, на это два дня, два-три месяца с подрядом. А денег сколько будет стоить за одну дверь? За эту дверь ты ж 12. За дверь? Локально, да? Дверь еще на дверь. А дверь еще на дверь? А дверь еще на дверь? Дверь снято, чтобы не мешалось вот это сделать. А металл как? Ну, потом на металл. Так что ты... Это дорого и долго. Что ты можешь просто покрасить как-то в цвет, не знаю. Так у тебя не получится, смотря какая краска. Тут смотри, тысяча пигментов, которые подбираются под каждый автомобиль. Разные цвета. Вот схема подбора этих цветов. Каждый пигмент подбирается, добавляется 1 грамм, 2 грамма. И получается совсем другой цвет. Ты покрасишь, у тебя будет другой цвет. Вон, видишь, машина стоит. Ну вот, что ее покрасить, выправить, как ты там рассказывал? Сколько будет стоить? Ну, смотри, у тебя там будет полный облиц. Плюс она ржавая. И все детали коцаны. Ну, я думаю, тысяч пятьсот. Чего? Все, давай, до свидания. Это для тебя еще скидка. Подожди, ну, что, договоримся. Да кого? Четыре девятьсот. Ваня, ты, конечно, профессионал, но сейчас покажу, как это делается нормально. Что он там сказал? Два дня, полмиллиона рублей. Одну, двенадцать тысяч, он сказал, за одну деталь. Сейчас, смотри. За одну деталь. Тут не двенадцать. Ну, ну, сейчас мы, короче, вон, баллончики купили по сто рублей. Три сто рубасов. Две минуты. Две минуты. Чекай. А вот ты вообще там устучаешь. Да, ну, вот, сейчас покрасим. Все. Последние штрихи. Принимай работу. Давай, смотри. То же самое, что вот он рассказывал. Вы что наделали-то, а? Что? Что? Это адекватная покраска. Это что за подтеки такие? Это лучше, чем в автомастерских делают. Вы даже не очистили. Вы вообще не... Она уже была зачищена. Что? Ну, погнутая немножко. Сейчас я подкрашу, все нормально будет. Да тут кого ты представляешь себе это шпаглевать? Это тут ведро шпакли только вот на эту яму, понимаешь? Конечно, это вам не. Один доллар. Жесть. Самая плохая покраска. Нет, сейчас у нас эта Волга будет красная. Вообще круто будет, я считаю. Все, деталь выкрашена за 2 минуты и за 2 доллара. А что там? Вон 12 тысяч рублей. Кого? Давай, вычеркиваем. Дальше что у нас по списку? Пам-пам-пам. Слышишь? Да что, работы-то куча. Ты что музыку дослушаешь? Что говоришь? Работы куча. Ты музыку слушаешь. Я отдыхаю немножко. Что, видишь, у меня новые наушники? Я тебя не слышал, потому что это TVS от Vivo. И это они новые абсолютно с активной системой шумоподавления. Я если тебя вот так вот включу музыку, ничего не слышно. Здесь есть удобные функции управления музыкой прямо на этих наушниках. Ничем не уступает самым современным и крутым наушникам. А стоят дешевле. Здесь вот так вот вставил. Вот так вот я, короче, могу включать и отключать систему активного шумоподавления. А вот так вот я могу прибавлять музыку. А вот так вот переключать треки. А вот так вот включать и останавливать воспроизведение. И удобно. Смотри, какой красивый у меня кейс. Занимает мало места. И очень удобно хранить и заряжать их там внутри. Очень круто и прикольно. Я, короче, раньше не понимал, как их доставать. Вот так вот хотел достать. Дурак. Не доставались. А их вот так вот надо доставать, оказывается. Все, короче. Кстати говоря, если хотите такие же наушники, как у меня, переобретайте по сочным ценам, по скидочкам, по ссылочке в описании. Вот. А я реально ими пользуюсь каждый день. Очень удобно и надолго хватает. Настроить карбюратор на Луазе. Перегревается, барахлит, двигатель постукивает. Че, фигня какая-то. Настроить карбюратор надо? Да. Сейчас позвоню, спрошу. У меня знакомый карбюраторщик есть. Алло. Аруджан, привет. Че говоришь? Неважно. Ты же машинами еще занимаешься? Нет? А кто занимается? Узульбек? Он задолбал то айфонами, то машинами. Короче, неважно, сколько стоит карбюратор настроить у вас в автомастерской. Сколько? Слушай, это... Давай это... Езжай обратно к себе с такими ценами. Давай, пока. Пять тысяч. Держи, отвертку. Сейчас сам настрою. Тут делов-то карбюратор настроить. Во. О, гайка большая снизу. Сейчас все сделаем. Че тут делов-то? Я идти ее не буду. Кого? А гайку? Да я тут легко все... Пять тысяч. Сейчас все уберем, все сделаем. Тут немного делов-то. Во, вот тут полный обзор этого карбюратора. Так. Глубже, глубже. Другой жиклер. А, ну, сейчас. Да? Еще. Еще, Гриш? Да, в правой камере еще. А, вот тут вот. О, да, го, я нашел. Глубной жиклер, который. А, ну-ну-ну-ну. Давай, давай, постучать надо. Надо постучать еще вот. Вот, вот, вот. О, да, нашел. Вот, о! О, большую гаечку еще потрути, я там нашел. Давай! Вот так вот. О, ой! О! Что-то громко как-то работает. А это-то на гасшир, нет? Слушай, слушай! Ё-моё! Ё-моё! Сейчас исправлю. Перекрутил гайку. Так. Давай! Надеюсь, в ту сторону. Вот так. Ой, черт! Ой-ой-ой! Капец! Это что, стукнуло? Двигатель. Кулак показал. Сломали? Снизу искать. Вон он, поршень-то. Ты не стукнуй-то. Ну, нормально, настроили карбюратор. Давайте смотрим, смотрим на эту историю. Дефектовку провели, ремонт подвески провели, карбюратор настроили, покрасили, отшпакливали, все работы, короче, провели, все сделали. Ничего не провели. Подожди, все, мы выполнили за 10 долларов. Даже меньше. Чего нет? Там, наоборот, еще больше выходит. Там стекло сломали, тут двигатель стуканул, покрасили очень плохо. Не было такого, что исправили. Слушай, ну что, что нам спорить сейчас с тобой? Давай касать долларов и все. Нет, это вы должны. Ну, как-то да, подписчики же все видели. И пусть они в комментариях напишут, какой ремонт лучше, за 1000 долларов или за 10 долларов. Дорогой или дешевый, да. Пишите, ребята, в комментариях, какой ремонт лучше и кто из нас в этом челлендже победил. Так что обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать те видеоролики, которые уходят каждый день специально для вас. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok